Эксперимент по раздельному обучению мальчиков и девочек в школе номер 20 города Бийска дал ошеломляющие результаты. Педагоги отмечают, что изменилась успеваемость, стало больше отличников и хорошистов. Подобные экспериментальные классы есть и в краевой столице. О плюсах и минусах такого обучения мы сегодня поговорим с психологом Гарк Краян и директором Барнаульской школы номер 88 Натальей Михальчук. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, первый вопрос вам. В вашей школе уже несколько лет существуют классы с раздельным обучением. Кто стал инициатором их создания? Родители, быть может? Вы знаете, наверное, сама жизнь. То есть необходимость сделать школу более востребованной привела к тому, что педагогический коллектив задумался, как это сделать. И в 2012 году была принята и разработана программа, и принято решение формировать кадетские классы. В этом же году, так как кадетские классы на 95% состоят из мальчиков, было принято решение сформировать один класс, состоящий только из девочек, так называемый Мариинский класс. И когда мы вышли с этим предложением к родителям, родители были очень, как бы одобрили это предложение. И на тот момент, конечно, у нас были созданы два кадетских класса и один Мариинский класс в параллели первых классов. Это был 2012 год. На сегодняшний день у нас создано три Мариинских класса в первых, вторых и шестых классах, и девять кадетских классах, где обучаются в основном только мальчики. Вот программа обучения у мальчиков и девочек как-то принципиально отличается? Вот то, что касается программы, принципиально отличается только вторая половина дня. То есть когда идут непосредственно предметы именно кадетского либо Мариинского направления. То, что касается общеобразовательной программы, программа одинакова. И те, и другие обучаются по школе России, начальной школе. Но подход именно к обучению у девочек и у мальчиков наблюдается совершенно различный. Соответственно, и подход педагогов к обучению девочек и мальчиков тоже очень-очень отличается. То есть педагог, заходя в класс девочек, возможно, где-то обаянием, где-то улыбкой заставит их учиться, где-то поможет им, подскажет. Заходя в классы к мальчикам, конечно же, там требуется прежде всего эта жесткость, эта требовательность. От девчонок мы получаем инициативу. От мальчиков этой инициативы не всегда можно получить. Поэтому, конечно, их надо к этому подвести. И, соответственно, тут опять же нужно умение и учителя, и желание учителя сделать это. То есть принципиальные отличия, я так думаю, что здесь, наверное, скажет больше психолог. То есть в чем отличие принципиально именно у девочек и у мальчиков. Еще один вопрос с вами, перейдем к психологу. Действительно успеваемость в таких классах выше, чем в обычных? Да. Обучаясь, ведя статистику качества обучения, качества образования и успеваемости, мы увидели, что действительно в классах, где обучаются только девочки или только мальчики, качество знаний и успеваемость несколько выше, чем в общеобразовательных смешанных классах. Гар, вопрос вам. Вы как считаете, вот классы, где только мальчики и только девочки, там больше плюсов или минусов в таком обучении? Скорее всего, ну, у меня точно уважение к тому, что сделали. Интересно, да, именно в 21 веке такой эксперимент. Но, скорее всего, здесь больше минусов, чем плюсов, потому что, смотрите, я также слышал про то, что насколько индивидуальный такой подход и к девочкам, и к мальчикам, да, такой уже индивидуальный подход можно придумать, когда, да, и девочки, и мальчики вместе учатся, да, по идее, да. Это же вклад педагога в том числе. Следовательно, здесь, скорее всего, очень важно отметить, школа это не только там, где развивают когнитивные процессы, там, память, внимание, да, мышление, но это место, где воспитывают. И, скорее всего, часть мы воспитываем, например, да, выглядит, что мы воспитываем, там, женщин, будущих хранительных очага, да, и вот добытчиков мужчин. А в 21 веке все-таки это не совсем подходит, потому что у нас и девочки способны нам намного больше. И почему бы и нет? И самое главное, скорее всего, здесь развивать, а как, например, да, там, участь, там, с мальчиками, да, как с ними взаимодействовать. Вот, вот, мне кажется, это самое главное. Интересно про противоположного пола, да, пубертатный период. И вот это очень важный момент, где как раз школа там место, где, ну, стоит этому обучать, показать, да, где-то подсказать. И пусть они ошибаются, но в итоге они не выйдут, там, с школы, ну, и тут парень. И что с ним делать, не знаю. То есть, я так понимаю, вы своего ребенка в класс вот в такой неоднократности? Скорее всего, нет, потому что я все-таки не считаю, что именно успеваемость, да, как-то телеустремленность зависят от раздельного обучения. Ну, а будущее у раздельного обучения, вот как вы думаете, давайте, ваше мнение, и ваше мнение есть? Стоит ли в каждой школе вот подобные классы устраивать? Или вот как эксперимент и все? Вот как эксперимент, правильно вы сказали, мы, наверное, посмотрим по итогам 9 класса. Когда наши дети в раздельном, обучаясь раздельно, подойдут к 9 классу, мы посмотрим и качество, и воспитанность этих детей, то есть, что из себя будут представлять уже взрослые на тот момент люди. Поэтому я думаю, что вот, а вот то, что касается именно, то, что сказал психолог, да, касается воспитательного момента, действительно у нас проходят совместные воспитательные мероприятия, где и мальчики, и девочки вместе, без этого нельзя. Действительно, мальчикам и девочкам нужно вместе существовать и учиться это делать. Поэтому... Ну, да, правда, это мнение точно имеет место быть, точно не противовес, а просто для того, чтобы сказать про то, что у нас у каждого есть своя картина мира. И здесь как будто мы сталкиваемся с тем, что навязывают какую-то картину мира, чем нежели, да, разрешают. Ты имеешь право видеть этот мир, как ты видишь, да, а здесь немножко про навязывание выглядит, да. И, скорее всего, я, наверное, как психолог, который там стремится работать с клиентами, чтобы научить их видеть свою картину мира, как они могут, как они способны, да. В этом плане я за то, чтобы каждый, ну, имел на это право. Были смешанные классы, да? Чтобы были смешанные классы. Ну, чтобы был выбор, выбор в любом случае, да. Я делаю выбор, да. Спасибо за эту интересную беседу, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Михальчук, директор Бурнаврской школы номер 88, Игар Краян, психолог. Говорили мы о раздельном обучении мальчиков и девочек.